Насыщенно и интересно прошел под Брестом в очередной раз проект «Противостояние». Для того, чтобы добавить участникам эмоций на точке проведения испытаний, каждая команда доехала на большом БТРе. Пока группы поддержки разворачивали флаги и скандировали речевки, представители команды участниц проходили последнее приготовление, как перед настоящими большими важными стартами. Это мое, да. Это уже не первый год, я второй год. Вообще люблю. Люблю ездить. Уже три года я на противостоянии езжу. Мы были в Витебске, вот в Бресте второй раз сейчас. Все замечательно. Алла Сидоренко уже не первый раз на полигоне Бреском. Сегодня испытания для начальника отдела учета активов – сборка-разборка на время знаменитого автомата Калашникова. Личный рекорд – 37 секунд. Я такой человек, что я люблю где-то, лишь бы дома не сидеть, лишь бы куда-то поехать, какие-то мероприятия. Мне очень это все нравится. С удовольствием езжу на выезды, на все. В программе «Противостояние-2019» большое количество испытаний. Стрельба из штатного оружия, работа с техникой и даже знаменитая полоса разведчика. Насыщенно, активно и очень зрелищно. Мы даем возможность людям, которые не связаны с вооруженными силами и другими силовыми структурами, ознакомиться с бытом, с жизнью военнослужащим. Помогаем создать положительный образ вооруженного защитника Отечества, в первую очередь. А во-вторых, просто людям ознакомиться, чем живут сегодняшние вооруженные силы, не по слухам, кто когда-то где-то служил 10-15 лет назад, а реально окунуться в эту жизненную обстановку армейского быта. Традиционно комплексное испытание проходит при непосредственном участии военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Поддерживают проведение игры также представители Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и общественное объединение «Белая Русь». Три дня на свежем воздухе в духе настоящей армии прошли для команд интенсивно, интересно и полезно. Субтитры создавал DimaTorzok